Команда по робототехнике ДГТУ ДСТЮ Роботикс заняла первое место на общероссийских соревнованиях Робофест 2014. Что дальше по плану у вас? Победа у нас техническая, к сожалению, у нас не было возможности сразиться с нашими конкурентами в открытом бою, потому что наша команда справилась с техническими неполадками в роботах, а вот две остальные команды по техническим причинам на финальный заезд на поле не вышли, ни одна, ни вторая. Всего было три участника в нашем направлении, и, собственно, поэтому судья назначил не переигровку, а матч-реванш, чтобы дать еще один шанс командам показать свой уровень. Матч-реванш будет проходить в Ростове-Дону, в нашем университете. Вы заняли первое место в Москве, что это означает? Да, команда лучшая, но так как другим командам фактически не было возможности выступить на поле, им предоставляется еще одна возможность. Шансов у них, конечно же, немного, потому что они сильно отстают от нас. Но для честности, соревнований и открытости решили сделать матч-реванш. Плюс нашим ребятам будет дополнительный рубеж, к которому они опять же должны поднапрячься, чтобы не расслабляться и сделать роботов еще лучше. Матч-реванш будет где-то в мае, точно это будет объявлено позже, когда мы уже будем готовы. И, соответственно, все команды сейчас готовятся к этому мероприятию. Если все-таки вы попадаете, а я думаю, вы все-таки попадаете на международные соревнования, какие правила будут на соревнованиях в этом году? Действительно ли есть какие-то изменения в правилах участия? Действительно, правила каждый год абсолютно разные. И в этом году задание никак не пересекается с тем, что было в прошлом. Поэтому роботов необходимо разрабатывать каждый год заново. В Москве правила были известны заранее еще за год, и поэтому в Москве мы уже соревновались по тем правилам, которые будут в Индии на международном этапе. Соответственно, роботы уже, в принципе, сделаны. Они делают три четверти заданий, выполняют гарантированно. В основном команде необходима сейчас работа на поле, подготовка и отработка навыков действия на поле. То есть, как футболисты бегают на поле, так и нам нужно заниматься, тренироваться. Роботы, которые примут участие в матче-реванше, а затем в мировом первенстве, в основном готовы. Сейчас команда занята их доработкой, наладкой и шлифовкой программного обеспечения, повышением надежности роботов. Работа сложна, поскольку в этом году соревноваться придется по совершенно иным правилам. Алексей, вернемся все-таки к изменившимся условиям участия в конкурсе в этом году. Я говорю о международном конкурсе. Какие конкретные изменения? Поподробнее расскажите. Традиционно ребята должны собрать двух или трех роботов для участия в соревнованиях. Обычно это роботы, и тот, и один, и второй, они перемещаются по полю, ездят, выполняют какие-то операции. В этом году организаторы пошли и дальше, они запретили использование в одном из роботов колес, гусениц или почти роликов и всего подобного. Но при этом он должен в некоторых задачах переместиться с одного элемента поля на другое, переползти, перепрыгнуть, перелететь, все что угодно. Но, соответственно, это значительно усложняет разработку и заставляет принимать неординарные решения. Наши роботы будут летать или ходить? Они будут хвататься за шесты и, как обезьяны, перелетать с шеста на шест. Что за шесты? Они вот, если можно проиллюстрировать. Ну, это вот, собственно, металлический шест с площадкой, закрепленной на нем. Площадки расположены на разной высоте, шесты расположены на расстоянии полметра друг от друга. Соответственно, робот должен перебраться с одного края шестов на другой. Ну, работать много есть над чем? Или все-таки устранить какие-то мелкие недостатки будет достаточно? Ну, тут традиционно, как бы, хотелось бы изменить все. Потому что где-то идея не очень хорошая, где-то получилось коряво, где-то нужно перестроить. Плюс сейчас начинают выкладывать видеозаписи с региональных отборов разных стран. И ребята там смотрят, о, вот там сделано гораздо лучше, чем у нас. Давайте все переделаем и сделаем что-нибудь типа такого. Конечно же, я отговариваю их от таких кардинальных перестроек, поэтому что-то улучшим, что-то подправим. Но основная часть роботов останется в том стиле, в котором было. Работы достаточно много, но, как я уже сказал, основная связана не столько с переделкой роботов, сколько именно с отработкой поведения команды на поле. Потому что все-таки это командная игра, все-таки нужно понимать, что как раз-таки то время, которое отводится на действие, 3 минуты. Если человек не нарабатывает действие до автоматизма, то эти 3 минуты половина времени уйдет на просто размышления. Так, я сейчас должен пойти сюда, я должен сделать то, я должен сделать это. Как вы оцениваете шансы на победу в этом году на международных соревнованиях? Ну, наша команда в этом году подготовилась лучше, чем была в том году. То есть, с каждым годом мы улучшаем все-таки наш уровень подготовки, сложность роботов, степень выполнения заданий. Но до победы все-таки еще далеко. Нужно учитывать, что соревнования идут больше 12 лет. И есть ряд стран, которые давным-давно уже закрепили за собой лидерство, и их очень тяжело сдвинуть с этого постамента. Например, какие страны? Лидеры это Китай, Япония, Вьетнам, в принципе, все. Но суть в том, что вот эта троица, Китай, Египет и Вьетнам, их достаточно тяжело не то, что догнать, не то, что обогнать, их даже тяжело догнать, чтобы выступать с ними на одном уровне. Я надеюсь, что мы в этом году снова выйдем в четверть финал для начала, закрепим результат. Это уже покажет то, что команда достаточно сильная из России. Мы желаем вам удачи в мае, пройдете на международные соревнования и там вам удачи. И весь ВОЗ вас поддерживает всегда. Спасибо, Горбыш. Спасибо. 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 Спасибо.